Мне всегда приятно находиться в вашей общине. Я рад тому что сегодня я опять могу быть здесь. Мне приятно видеть много уже знакомых мне лиц. И конечно же я рад видеть здесь новых людей. Брэнд, я знаю что вас зовут Брэнд. Знаете друзья, в нашем мире происходит сейчас много всего. Сегодня в мире мы слышим настолько много различных голосов и каждый из этих голосов высказывает какое-то мнение. Этим утром я хочу сказать о том что я настолько благодарен Богу за то что Он оставил нам труды Духопророчества, которые являются великим даром для нас. Знаете на этой неделе я готовил одну проповедь которую я собираюсь сказать в следующую субботу. Я назвал эту проповедь Иисус против Джона Паулина. Джон Паулин является профессором адвентистского университета Лома Линда. Несколько месяцев тому назад Джон Паулин выпустил видео которое вы можете найти в интернете и в этом видео он сказал примерно такую вот фразу. Если бы Эллен Уайт жила сегодня то она бы не говорила то что она говорила тогда в 1880-х годах. И он также сказал что вполне возможно что воскресный закон мог быть принят при жизни Эллен Уайт потому что в 1890-х годах за принятие таких воскресных законов тогда агитировали в Конгрессе Соединенных Штатов. В то время был предложен так называемый законопроект Блеера. Но доктор Паулин говорит что если бы Эллен Уайт жила бы в наши дни она бы написала совершенно другой сценарий конца времени. Знаете друзья я думаю ничего другого она бы не написала. В наши дни она бы написала точно то же самое что она написала тогда в то время. И причина этого состоит в том что все что Эллен Уайт писала о событиях последнего времени и о воскресном законе всю информацию об этих событиях она брала из Библии. Потому как в 13-й и 14-й главах книги Откровения описана проблема вокруг которой будут развиваться все финальные события и эта проблема и этот вопрос связан с поклонением. Иисус ясно сказал об этом же в 15-й главе Евангелия от Матфея. Христос сказал что истинное поклонение подразумевает соблюдение Божьих заповедей. В противоположность этому ложное поклонение это почитание традиций установленных людьми. Итак главный вопрос представленный в 13-й главе книги Откровения. Например если вы возьмете Библию с номерами Стронга и вы найдете в Библии две главы в которых больше чем во всех остальных главах говорится о поклонении Богу. Это такие места как 3-я глава книги Даниила, Откровение 13-я глава. В 3-й главе книги Даниила слово поклонение или производные от этого слова встречаются по меньшей мере 11 раз. А в 13-й главе Откровения слово поклонение в различных видах, в различных формах встречается 5 раз. И опять я повторю в 15-й главе Евангелия от Матфея Иисус ясно все сказал по этому вопросу. Он сказал «но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим». Итак, друзья, главный вопрос вокруг которого разовьется все это противостояние в конце времени это будет вопрос заповедей Божьих и заповедей человеческих. И этот вопрос настолько понятно представлен Иисус ясно сказал об этом. И вот почему я считаю, что если бы Эллен Уайт жила бы сегодня в наше время, она не изменила бы ни одной йоты в своей книге «Великая борьба». Но сегодня со всех сторон мы можем слышать как раздаются голоса и мы с вами можем быть уверены, мы можем быть уверены, что если кто-либо сегодня противоречит тому что писала в своих трудах Эллен Уайт, то мы с вами можем знать наверняка, под чьим руководством действует этот человек. Эти люди руководимы духом преисподней. Это то откуда эти люди получают свои идеи. Итак, я безмерно благодарен сегодня Богу за то что Он нам это открыл. В 18 главе книги Откровения в первом стихе, я хочу сейчас коротко остановиться на этом стихе и затем мы уже с вами перейдем к нашей основной теме. Итак, в первом стихе 18 главы книги Откровения, Библия говорит, после сего, в 17 главе Иоанн описывает некоторые события, там есть описание этой блудницы, то есть папства, блудницы которая связана с политиками этого мира, с царями земными, церквами этого мира и с купцами или бизнесменами этого мира. На один короткий период времени все вышеперечисленные объединятся вместе. И затем Иоанн пишет в 18 главе следующие слова. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую, земля осветилась от славы его» Друзья, первый великий дар, который мы получили от Бога, это было первое пришествие Иисуса на эту землю. И второй великий дар, который Бог даст нам, этот дар описан здесь, в первом стихе 18 главы книги Откровения. И это пророчество должно исполниться в будущем. Здесь говорится об излитии Святого Духа или о позднем дожде Святого Духа, о котором Иоанн Уайт пишет, что Святой Дух в это время будет излит в огромной силе, которую можно сравнить только с цунами. И однажды это пророчество непременно исполнится. Знаете, сегодня есть множество вопросов, на которых мы сосредотачиваем свое внимание, но этот вопрос является главным вопросом, на котором мы с вами должны фокусировать наше внимание. Вскоре Бог и зальет на этот мир потоки позднего дождя Святого Духа. За всю историю человечества никогда прежде ничего подобного мы еще не видели. И не важно сколько еще мы с вами будем видеть различных людей, которые будут предлагать нам различные ложные пути, мы с вами должны помнить о том, что Божий план исполнится и Божья истина восторжествует и это будет нечто замечательное, удивительное и поразительное. Поэтому я благодарен этим утром за этот невероятный дар, который Бог вскоре собирается излить в наш мир. А сегодня утром, как вы уже успели заметить, название нашей сегодняшней темы, тема наша будет сегодня где называться 75 миллионов причин. 75 миллионов причин, это довольно много, не так ли? Что бы вы почувствовали, если бы кто-нибудь подойдя к вам сказал «Друг, я дам тебе чек на 75 миллионов долларов». Вы бы отказались от этого? Думаю, вы бы согласились. Вы улыбаетесь. Я к сожалению не знаю ваших имен. Как вас зовут? Кларенс и Гейл. Хорошо. Я рад был с вами познакомиться, друзья. По выражению ваших лиц я понял, что вы были бы не против получить такой чек, не так ли? Надеюсь, вы немного поделились бы со мной. Друзья, это довольно крупная сумма. Это очень и очень большая сумма. Цитата из книги «Великая борьба» со страницы 592. Здесь написано следующее. Так как протестантские церкви отвергают ясное доказательство Священного Писания, свидетельствующее в пользу Закона Божьего, то они постараются заставить замолчать тех, чью веру не смогли опровергнуть Библией. Знаете, друзья, о чем здесь говорится? У нас есть истины и доказательства из Священного Писания, и если мы отвергаем эти доказательства, то результатом этого станет то, что мы постараемся заставить замолчать тех, которые стоят на основании истины. Запомните, через что вам придется пройти. Хотя они не желают признавать этого, тем не менее они однажды вступят на путь преследования тех, кто по повелению совести откажется идти вслед за остальным христианским миром и признать святость папской субботы. Друзья, никогда не забывайте тот факт, что если мы сегодня видим Папу Франциско, которого нам представляет как спасителя всего человечества, на него смотрят как на того, кто знает ответы на все проблемные вопросы. Это то, как всегда это выглядит, друзья. Осознаем ли мы это или нет, но это то, как мир смотрит сейчас на Папу Франциско. Но давайте не будем заблуждаться по этому вопросу. Папа является представителем власти Антихриста, о котором сказано в Писании, и он желает, чтобы эта планета была полностью уничтожена. Руководители церкви и государства объединяются, чтобы подкупом, убеждением и силой заставить все сословия почитать воскресный день. Недостаток божественного авторитета будет восполнен насильственными мерами. Продажность политиков разрушает любовь к справедливости и уважение к истине. И даже в свободной Америке правители и законодатели, чтобы снискать расположение общества, пойдут на уступки народа и установят обязательное соблюдение воскресного дня. Свобода совести, завоеванная кровью, стольких людей будет попрана. В этой надвигающейся борьбе мы увидим исполнение слов пророка. «И рассверепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа» Это была цитата из Откровения 12-й глава стих 17-й. Друзья, мы должны с вами ясно понимать, что в конце времени будет совершена атака на свободу. Это то, о чем мы знали уже давно. Не так ли? Будет совершена атака на гражданские свободы. И подобным же образом религиозная свобода тоже будет атакована. То есть будет уничтожена всякая свобода, любая свобода. Не проходим ли мы с вами уже через нечто подобное в течении последних нескольких лет, когда наши свободы попирались. В это время люди не могли ходить на свою работу, дети не могли продолжать учиться, люди не могли посещать церковь. Все свободы граждан в этот момент были под ударом. И когда мы как адвентисты седьмого дня видим, что наши свободы подвергаются атакам, какова должна быть наша первая реакция на происходящее. Мы должны встать на защиту этих свобод. Совершенно верно, Рой. Противостать этому всеми возможными способами. Потому что мы с вами понимаем, что именно наши свободы сделали Америку великой страной. В этом и есть причина процветания нашей страны. Это не богатство и не деньги, нет. Причина процветания Соединенных Штатов это гражданские и религиозные свободы, которые были закреплены в нашей Конституции и вбили о правах. Именно эти свободы сделали Америку великой страной. И так если мы как адвентисты седьмого дня видим, что наши свободы попираются, то мы должны тут же протестовать и сказать, не дотрагивайтесь до наших свобод. Потому как если это произойдет, то Америка будет уничтожена и больше никогда не будет восстановлена. Мы по-прежнему верим в то что это однажды произойдет, не так ли? Но вопрос который я хочу сейчас задать. Почему в последние годы, когда в Соединенных Штатах попирались все наши свободы, почему мы видели некоторых служителей, тех церквей которые соблюдают воскресный день, именно они вставали и говорили, наши церкви будут оставаться открытыми независимо от того что вы там говорите. Несмотря на штрафы которыми вы нас пугаете, почему пасторы церквей, соблюдающих воскресный день, говорили таким образом. Почему адвентистская церковь в Греннет Бэй, штат Калифорния, почему они промолчали? Почему адвентистская церковь промолчала? Почему промолчала генеральная конференция церкви адвентистов седьмого дня? Почему друзья? Существует 75 миллионов причин почему они промолчали. В конце земной истории разразится война и гражданские религиозные свободы которые были завоеваны такой дорогой ценой, ценой душевных страданий, кровопролития и боли, они будут попраны. Адвентисты седьмого дня, зная об этом, встали ли они на защиту этих свобод? Встали ли они? Вот слева вы видите фото и здесь есть объявление на котором написано «Церковь будет закрыта» по причине COVID-19. И здесь внизу приписка «Да поможет нам Бог». Была ли это атака на наши свободы? Есть 75 миллионов причин почему это происходило друзья. В течении последних нескольких лет мы с вами видели как наши свободы были настолько быстро попраны. Церкви были закрыты. Учебные заведения были закрыты. Некоторые люди утеряли Богом данное им право на работу. Свободы людей были проигнорированы. Но почему же не слышно было голосов любящих свободу адвентистов седьмого дня? Где те голоса которые должны были бить тревогу в нашей стране. Сколько голосов в адвентизме мы услышали в этот момент времени? Может быть вы слышали как Дэнни Шелтон из адвентистской телекомпании 3ABN говорил слова в защиту наших свобод? Не так ли? А может быть вы слышали что Джон Ламаккейн что-то говорил по этому поводу? Но нет. В адвентистской телекомпании 3ABN не было высказано ни одного слова в защиту попранных свобод. И на это есть 75 миллионов причин почему они промолчали и почему так произошло. Слышали ли вы от этого человека слева чтобы он встал на защиту свобод? А может этот человек справа выступил в защиту тех кто не пожелали впрыскивать в свое тело эту жидкость? Как раз от Марка Финлей я слышал противоположные речи. Следующее то что я хочу сказать по этой теме когда вы будете обдумывать сделать ли вам эту вакцину или нет. Как я уже говорил это личное дело каждого человека. Но думать по этому вопросу только лишь о себе это довольно эгоистический подход. Мы должны думать не только о себе но и об обществе в целом. Как мое решение которое я приму сегодня повлияет на моих пожилых родителей. Как это мое решение повлияет на моего сына или на мою дочь. На мою тетю или на моего дядю. Как мое решение повлияет на более широкое сообщество. И так христианская этика призывает нас быть внимательными ко всему обществу. Основываясь на принципах Иисуса возлюби ближнего как самого себя. Мы с вами уже говорили о том что он наверное каждый из нас согласился бы получить 75 миллионов долларов. Просто задумайтесь сколько различных вещей вы смогли бы приобрести на эту сумму. Я подумал над ответом на этот вопрос где бы я потратил эти деньги. Я занимаюсь тем что рассылаю различным людям книги Духопророчества и Библии. Я рассылаю Библии с переводом Короля Иакова. Я получаю удовольствие упаковывать посылки с книгами. Подписывать эти посылки и отправлять их людям. На Филиппины. В Индию. По всей Африке. В Европу. В Канаду. Мне нравится этим заниматься. И возможно вам покажется странным то что я сейчас вам скажу. Но мне нравится когда мне дают счет за пересылку и я вижу что я должен заплатить на почте 1000 долларов. Я получаю от этого удовольствие. Потому как я вижу как Божья истина распространяется по всему миру. И так я подумал если я каждый день в течении одного месяца на рассылку литературы буду тратить 1000 долларов конечно же кроме выходных дней. И так если я буду это делать 20 дней в месяц то получится 20 тысяч долларов в месяц. Затем я решил посчитать какая будет цифра если я так буду поступать в течении одного года. Если я буду каждый день рассылать эти книги то 20 тысяч нужно умножить на 12 месяцев и получится 240 тысяч долларов верно? За целый год. Это уже огромная сумма. Не так ли? А если я в течении двух лет буду это делать? Тогда получится 480 тысяч долларов. А какая сумма получится за 3 года? У нас выйдет 720 тысяч долларов. А за 5 лет? Получится 1 миллион 200 тысяч. Друзья известно ли вам на сколько бы мне хватило 75 миллионов долларов если бы я продолжал рассылать литературу и тратил бы на это по 1000 долларов каждый день? Если я буду это делать 20 дней в месяц, знаете на сколько бы мне хватило этой суммы? Мне бы хватило на более чем 300 лет. Это отрезок времени больше чем вся история Соединенных Штатов. Это огромная сумма денег. Но именно эту сумму и получила церковь адвентистов седьмого дня и различные ее организации в 2020 году по программе защиты заработной платы 75 миллионов долларов. Не по этой ли причине многие адвентистские пасторы выступили за ограничения связанные с этой известной болезнью? Не поэтому-то ли они защищали эти никем не проверенные препараты? Не по этой ли причине адвентистская телекомпания 3ABN не произнесла ни единого слова в защиту свободы совести. Именно в этом и есть причина, друзья. Причина в этой крупной сумме. Программа по защите зарплаты. Эта программа предлагает почти всем некоммерческим организациям кредит на сумму в два с половиной раза превышающую ваши среди месячные расходы на заработную плату. До тех пор, пока ваша организация тратит одолженные деньги на заработную плату, выплаты по ипотеке, аренду и коммунальные услуги, а вы сохраняете свою заработную плату, вся сумма кредита может быть прощена, преобразована в субсидию. Никаких личных гарантий или залогов при этом не требуется. Конец цитаты. Вы наверное слышали такую поговорку «Кто платит, тот и…» Уверен, вы знаете окончание этой фразы. «Кто ты заказывает музыку» Совершенно верно, Дан. «Кто платит, тот и заказывает музыку» В прошлом году, имеется ввиду 2020 год, Конгресс Соединенных Штатов принял закон о зарплате, программу защиты платежей. Впервые в истории нашей страны, федеральное правительство субсидировало заработную плату священнослужителей по всей стране. А что произошло в этот момент с разделением церкви и государства? Федеральное правительство использовало события связанные с COVID-19 для дальнейшего подрыва нашей американской конституции, и церкви с радостью приняли это добровольное участие государства. Если бы я дал кому-то 75 миллионов долларов, я ожидал бы, чтобы люди, которым я дал эти деньги, чтобы они высказывали о происходящем то мнение, которое мне выгодно. Я мог бы ожидать, что то, что я сказал, окажет огромное влияние. Если вторая сторона, которой я дал деньги, откажется сделать то, что я ей сказал делать, то в таком случае я могу даже ожидать, чтобы мне вернули эти деньги. В Соединенных Штатах говорят, тот, кто играет на дудочки, обязан прислушиваться к желаниям того, кто платит ему деньги. Что бы вы делали, если бы вам кто-нибудь дал 75 миллионов долларов? Вы бы после этого делали то, что вам говорят делать? Вероятно да. Я хотел бы дать всему этому надлежащую оценку. Друзья, то что произошло это просто ужасно. Например, что бы произошло если бы мусульманин пришел бы в какую-нибудь церковь и сказал «Вы наверное знаете что мне принадлежат нефтяные вышки в Саудовской Аравии и я хочу выписать вам сейчас чек на 3 миллиарда долларов. И после того как он выписал этот чек, он говорит «И кстати, я хотел бы что бы теперь вы открывали свою церковь по пятницам.» Друзья, это искушение. Я никогда не забуду то что однажды произошло в тот момент когда в 1995 году мы только начинали наше служение. Я тогда рассылал DVD диски с программами рассказывающими о семи печатях из 6-ой главы книги Откровения и изложение этого материала отличалось от того что бы этому вопросу однажды говорил и учил Урия Смит. Потому как понимание Урия Смита о печатях не соответствовало Библии. И вот один джентльмен позвонил мне по телефону. В тот момент я только начал свое служение. Я до сих пор помню его имя. И он тогда сказал «Билл, у меня тут в руках есть чек на 25 тысяч долларов. Думаете у меня тут же не обострился слух?» И я ему ответил «Да, я вас внимательно слушаю.» И он, продолжая, сказал «Я только что получил от вас DVD диск программой о семи печатях.» И я его спросил «Понравилась ли вам эта программа?» И он ответил «Нет, не понравилось. Это ложное понимание и я хотел бы что бы вы это изменили. Вы должны учить по этому вопросу тому же чему учил Урия Смит.» Друзья, в этот момент вся картина предстала передо мной достаточно ясно. Этот человек предельно понятно все сказал. «Вот чек, но есть одна проблема, ты получишь этот чек только в одном случае, если ты будешь учить по этому вопросу только тому чему учил Урия Смит.» Он сказал «Билл, этот чек я вышлю вам завтра по почте, но вы должны исправить то что вы говорите в этой программе, потому что это было ужасно.» 25 тысяч долларов и я только начал свое служение. И я ему тогда ответил «Джим, оставьте себе этот чек. мне он не нужен, потому как вы не сможете мне доказать на основании Библии то что Урия Смит был прав с его толкованием темы о семи печатях. А я смогу вам доказать что он был не прав. И именно об этом и говорится в этих программах записанных на этих DVD дисках. Все изложено на основании писания и трудов Эллен Уайт. И поэтому Джим оставьте этот чек себе. Было ли это искушением для меня? Поверьте что да. Итак, почему же церковь адвентистов седьмого дня следовала каждому протоколу и каждому указанию которые издавались государственной властью в этот момент? Почему? Вакцины, люди блокированы в своих домах, церкви закрыты, каждое указание которое исходило от правительства Соединенных Штатов и от Энтони Фаучи, от того самого Энтони Фаучи который получил свое образование у иезуитов. Церковь адвентистов седьмого дня исполняла каждое указание властей в это время, покорно выполняя все что им говорили исполнять. Тед Вильсон поддержал требования правительства. На той же стороне был и Марк Финли. На той же стороне был и Дэнни Шелтон. И телекомпания 3IBN. Из их уст не вышло ни одного звука в защиту свободы совести. Друзья, и все это быстро распространилось и спустилось сверху вниз. Не так ли? Если бы это все осталось там вверху, но такую же позицию заняли все их подчиненные до самого низа. Если бы руководители начали говорить открыто «не принимайте этот препарат, это может вас убить» если бы они только так сказали, знаете что с ними тут же произошло бы? Их бы вызвали и сказали «вы работаете у нас уже пять лет, ну что же прекрасно, вот ваше письмо об увольнении, всего вам доброго.» Они могли бы потерять свою работу. И они это прекрасно понимали. Они прекрасно это все понимали. Вот почему деноминация не протестовала против того что происходило в это время. Было 75 миллионов причин почему. Насколько же далеко можно зайти с таким подходом, друзья. Если правительство вмешивается и дает вам подарки и различные преимущества, то от чего же еще будут готовы отказаться адвентисты седьмого дня? От чего они еще откажутся? Это просто шокирует! Это просто шокирует! Федеральные средства полученные церквями и другими религиозными некоммерческими организациями были полностью раскрыты беспристрастной наблюдательной группой. Оказывается, организации, конференции, церкви, служения и учреждения адвентистов седьмого дня являются одними из крупнейших выгодополучателей от этой программы поддержки налогоплательщиков. В нашем распоряжении есть название всех учреждений церкви, которые получили эти деньги. Из этой базы данных ясно видно, что организации адвентистской церкви, независимые служения, два движения таких как адвентисты седьмого дня, реформационное движение и даже такая организация как пастуший посох выстраивались в очередь, чтобы получить эту государственную помощь и подачки. И кстати, я должен сейчас сделать паузу и воздать должное одному человеку. Дело в том, что этого человека многие, скажем так, недолюбливают. Этот человек рассказывает и объясняет то, что сейчас происходит, как в мире, так и в церкви. И вы сейчас поймете почему. Подобного служения я сейчас даже и не припомню. Этого человека зовут Энди Роман. У Энди Романа есть веб-сайт, который называется Адвент Мессенджер. Друзья, я могу сказать, что на этом сайте я нашел очень хороший материал. И всю эту информацию я взял на этом веб-сайте Энди Романа. А Энди Роман, в свою очередь, взял эту информацию из базы данных федерального правительства. И, кстати, правительство сделало эту базу данных открытой. И каждый желающий может зайти в эту базу данных и посмотреть кто получил деньги согласно этой программы по защите платежей. Цитата. «Это была финансируемая за счет налогов программа, предназначенная для оказания помощи малым предприятиям с численностью сотрудников менее 500 человек. Церковь адвентистов седьмого дня это не малый бизнес, и в ней работает гораздо больше чем 500 человек. И какой же выход они нашли из этого затруднительного положения? Вместо того что бы делать запрос на получение денег как одна цельная большая организация, каждая конференция отдельно сделала запрос на получение этих денег. И проблема была решена вот таким вот простым способом. И дальше в этой статье Энди Роман пишет «Но мы как адвентисты седьмого дня прекрасно знаем о том что поместные церкви, конференции, унионы, дивизионы и генеральная конференция не являются независимыми организациями. Когда это служит целям церкви, мы не множество церквей, а одна церковь с более чем 20 миллионами членов, представительная организация которая является единой глобальной семьей. Но при подаче заявления на получение этих налоговых денег каждая организация, церковь, конференция и унион подавали заявки индивидуально, чтобы мы не превысили этот лимит в 500 сотрудников. К сожалению многие предприятия которые на самом деле являются малыми предприятиями, не получили вообще никакого финансирования, потому что большая часть денег досталась крупным церковным организациям, таким как римско-католическое, протестантским и церкви адвентистам седьмого дня. Вы помните что эти налоговые поступления для малого бизнеса были ограничены и быстро закончились. А теперь давайте посмотрим кто же получил эти деньги. Генеральная конференция церкви адвентистов седьмого дня получила 1.61 миллион долларов. Североамериканский дивизион получил 120 тысяч 800 долларов. Лейк Юнион конференция 406 тысяч 149 долларов. Эту конференцию называют консервативной адвентистской конференцией. И сейчас понятно насколько же они на самом деле консервативны. Конференция Оклахомы 1.14 миллиона долларов. И так далее. Если вы захотите вы сможете сами прочитать то что здесь написано. Я сейчас не хочу занимать ваше внимание. Я сейчас быстро переключу списки организаций в адвентистской церкви которые получили эту субсидию. А вы сможете остановить это видео и посмотреть. Вот список, вот еще один список, и вот еще один список, и вот еще список. Не только церковные организации протягивали руку для получения помощи от правительства. Были также и служения на самообеспечении которые находятся в независимой собственности и они были финансируемы за счет налогов налогоплательщиков. И получили поддержку от государства. Эти служения утверждали что они намного больше соответствуют плану данному нам Богом. Но и они не смогли удержаться от получения этих государственных денег. Интересно то что они кажется нашли новый способ финансировать Божью работу в эти последние дни. Да похоже они нашли новый способ получения финансов. Не так ли? Вот еще один список, вы здесь видите еще церковные учреждения. Например 3ABN получила 1.05 миллионов долларов. Знаете что меня удивляет во всей этой истории? И я думаю что вас это тоже удивляет. С того момента когда началась эта пандемия в начале 2020 года Дэни Шелтон руководитель 3ABN и его супруга издали тогда брошюру которая называлась COVID-19. Что дальше? Примерно так она называлась. Это такая вот маленькая брошюрка. Уверен многие из вас видели эту брошюру. Друзья я тогда просмотрел эту брошюру говоря себе. Ну определенно они где-то здесь должны были написать как эти события соответствуют пророчествам Библии. Конечно же они здесь где-то должны написать кто стоит за всем этим. Без сомнения они здесь пишут о том как была попрана свобода в это время. Но они не сказали ничего по этим вопросам. В этой своей брошюре ни слова они не написали об Энтони Фаучи о том где он получил свое образование ровным счетом ничего. Я посмотрел на это и сказал как печально. И после этого я написал уже свою книгу которая называется COVID-19 другая сторона этой истории. И я отослал мою книгу Дэнни Шелтону и 3IBN и написал им примерно следующее сопроводительное письмо. Уважаемый Дэнни! Я открыл изданную вами брошюру с надеждой что вы объясните происходящее сейчас с точки зрения великой борьбы. Но меня постигло разочарование когда ничего подобного я не нашел в вашей брошюре. И свое обращение я окончил вопросом. Почему же вы не осветили вторую сторону этой истории? И затем я им отослал мою книгу. Может быть они промолчали потому что телекомпания 3IBN получила вот эту сумму? И возможно по этой же причине мы больше не слышим неразбавленную трехангельскую весть. Первое. Почему адвентистские лидеры так стараются использовать Элен Уайт для поддержки этой программы в то время как она возможно только один раз упоминала об этом во всех своих многочисленных трудах. Знаете некоторые адвентисты присылали мне материал и писали об Элен Уайт что она якобы поддерживала вакцинацию потому что ее сын Вилли по-видимому получил однажды эти вакцины и она якобы не возражала против этого. Друзья разве это означает то что Элен Уайт поддерживала вакцины? Она написала множество материала по вопросу восьми законов здорового образа жизни и о том как сохранить в порядке нашу иммунную систему и о том что не следует употреблять химические препараты. Но сейчас мы видим как деноминация пытается это все извратить перевернуть и они пытаются громогласно заявить о том что Элен Уайт якобы определенно поддерживала эти вакцины. Что вообще происходит друзья? Почему они это делают? Потому как у них существует 75 миллионов причин почему нужно это сделать? Второе. Почему адвентистские лидеры настаивают на выполнении и указаний государства, когда они прекрасно знают о том что в трудах духа пророчества множество раз одобряется и упоминается о восьми законах здорового образа жизни которые сейчас игнорируются. Как печально! И какая трагедия! В тот момент когда мир столкнулся с этим кризисом в области здравоохранения адвентисты седьмого дня могли бы выйти вперед и сказать посмотрите какие у нас есть прекрасные восемь законов здорового образа жизни. Это правильное питание, это физические упражнения, употребление большого количества воды, уделять достаточное время ночному отдыху, дышать свежим воздухом, солнечный свет, сохранять умеренность во всем и возлагать свою надежду на Бога. Друзья, в исполнении этих восьми принципов заложено великое благословение. А что они вместо этого сказали? Вам обязательно нужно получить этот препарат. Третье. Почему адвентистские лидеры, больницы, врачи пытаются взвалить вину на тех адвентистов которые не желают следовать указаниям государственных органов? Мне присылают письма люди живущие в разных частях нашей страны. Эти люди до этого писали письма в Генеральную конференцию церкви адвентистов седьмого дня с просьбой дать им какое-то письмо или разрешение в котором было бы отмечено что то во что мы верим как адвентисты седьмого дня находится в противоречии с этими прививками. Рядовые члены церкви адвентистов седьмого дня просили меня выдать им такие письма для того что бы затем предъявить эти письма местным властям. Что бы их дети могли беспрепятственно посещать школу. Я задаю таким людям вопрос. Почему вы просите меня выдать вам такое письмо? Вы находитесь в церкви которая принадлежит Генеральной конференции и вы просите меня почему бы вам не обратиться с этой просьбой к вашему пастору? И они мне в ответ пишут. Потому как наш пастор не хочет нам давать такое письмо с таким разрешением. Почему же они не хотят давать такое разрешение? Друзья есть 75 миллионов причин почему? Томас Джефферсон в 1808 году однажды сказал возведение разделяющей стены между церковью и государством в свободном обществе абсолютно необходимо. Друзья эту стену сносят прямо на наших глазах на протяжении последних нескольких лет. Это может сигнализировать нам только об одном. О том что свободное общество которым мы наслаждались как народ распадается прямо на наших глазах. И единственная возможная причина этого тот кто платит тот и заказывает музыку. С какими еще вопросами согласятся адвентистские руководители и какие еще желания они готовы исполнять для тех кто кладет деньги в их карман. До чего мы дойдем друзья с таким подходом и что нас ожидает в будущем? Разве Бог нас не предупредил о том что нас ожидает? Разве нам не было сказано что будет происходить в конце? В этой цитате сказано то куда это все придет. Это цитата из журнала Reviewing Geralt от 18 марта 1884 года. Эллен Уайт здесь пишет о том к чему это все придет. В эти последние дни у Господа есть противостояние со своим народом. О каком народе здесь идет речь? Разве здесь говорится не об адвентистах седьмого дня? Когда я проповедовал однажды в Лома Линда и прочитал эту цитату один человек подошел ко мне после служения и громко сказал «Народ о котором здесь говорится это отступившие протестанты» Я ему ответил «Сэр как далеко вы готовы зайти отрицая то что говорится в трудах духа пророчества о том кто является народом Божиим в эти последние дни» Здесь из контекста предельно ясно и понятно что Эллен Уайт пишет об адвентистах седьмого дня. И дальше здесь написано «В этом противостоянии люди занимающие ответственные посты изберут курс прямо противоположный тому который проводил Неемия». А как поступал Неемия? Неемия старался восстановить и возвести стену вокруг Иерусалима. Не так ли? Но что в духовном смысле означает эта стена? Эта стена символизирует Божий закон. Это Божий закон. В 21-ой главе Евангелия от Матфея Иисус рассказывает притчу о винограднике Он сказал «Некоторый хозяин дома насадил виноградник, обнес его оградою» и в книге «Желание веков» Эллен Уайт говорит о том что эта ограда символизирует Божий закон. Это Божья защита которой Бог оградил свой народ. Но здесь в этой цитате сказано «В этом противостоянии адвентистские руководители изберут курс прямо противоположный тому который проводил Неемия. Неемия возвысил закон Божий. Неемия возвышал субботу. Но адвентистские лидеры изберут курс прямо противоположный тому который проводил Неемия. Они не только сами будут игнорировать и презирать субботу, но и постараются скрыть ее требования от других похоронив эту заповедь под мусором обычаев и традиций. В церквях и опять-таки о каких церквях здесь говорится? В контексте понятно что Эллен Уайт здесь пишет об адвентистских церквях и на больших собраниях под открытым небом здесь говорится о лагерных собраниях. Служители, и опять-таки о каких служителях идет речь? О служителях церкви адвентистов седьмого дня. Служители будут убеждать людей в необходимости соблюдать в первый день недели. И так на основании того что мы сегодня с вами читали и видели скажите стремятся ли адвентистские руководители сохранить дарованную нам свободу? Или же они стремятся сохранять молчание по всем этим вопросам или даже поддерживаю тех кто эту свободу попирает? Можем ли мы с вами сказать что адвентистские лидеры пытаются сохранить дарованную нам свободу? Я имею ввиду таких руководителей как Тед Вильсон, как Марк Финли, как Дэнни Шелтон, как телекомпания 3ABN. Придет время и эти руководители будут убеждать народ соблюдать первый день недели, воскресный день. Может ли вообще такое произойти? Если вы убеждаете кого-либо в чем-то, к примеру если вы видите человека который переходит скоростное шоссе в неположенном месте и вот с большой скоростью несется огромный грузовик который может раздавить этого человека в лепешку. Будете ли вы просто стоять и спокойно наблюдать говоря «Друг, думаю это не совсем хорошая идея что вы решили здесь переходить это шоссе». Разве так пытаются кого-либо переубедить в чем-либо? Чтобы убедить вы должны крикнуть «Уйди с дороги немедленно!» Друзья, мы живем в такое время что от нашего выбора зависит жизнь и смерть. Весь мир идет к кризису. В нашем мире происходят такие процессы которые приведут весь мир к кризису. Скажите, разве мы с вами ожидали что может произойти кризис связанный с COVID-19? Знал об этом кризисе только человек по имени Энтони Фаучи. Потому как он за 4 года до этих событий предсказал что возникнет эта проблема. Но как он мог это предсказать? Потому как он знал что он лично финансировал и какие именно распоряжения он отдавал лаборатории города Ухань в Китае. Поэтому-то он и знал об этом заранее. В будущем кризис будет углубляться и адвентистские лидеры для того чтобы сохранить свою зарплату, свое положение, свое благосостояние, они будут убеждать, они будут призывать народ, говоря «Вы должны это сделать! У вас нет другого выбора!» Вы должны это сделать! Они будут внушать членам церкви адвентистов седьмого дня, что те должны соблюдать воскресный день. Они будут говорить «Вы должны принять и получить начертание зверя!» Несмотря на то что вы закончите озером огненным, вы все равно должны это сделать! Это то что они будут тогда говорить. Если сегодня мы попираем свободу совести, то в результате завтра мы будем убеждать людей соблюдать воскресный день. На море и на суше будут происходить бедствия. Эти бедствия будут усиливаться, одно бедствие будет следовать за другим, и на маленькую группу добросовестно соблюдающих субботу укажут как на тех кто навлекает гнев Божий на мир своим пренебрежением к соблюдению воскресного дня. Обратите внимание, маленькая группа добросовестно соблюдающих субботу. Можете ли вы церковь адвентистов седьмого дня численностью в двадцать миллионов человек назвать маленькой группой добросовестно соблюдающих субботу? Нет, мы не можем так сказать. К маленькой группе добросовестно соблюдающих субботу будут причислены те которых назовут причиной всех проблем в обществе по причине их пренебрежения к воскресному дню. Именно эта маленькая группа и переживет опыт получения позднего дождя Святого Духа. Этой маленькой группе предстоит пережить опыт излития могущественной силы Божьей. И земля, как написано, осветится от славы Божьей и это будет сделано через эту маленькую группу добросовестно соблюдающих субботний день. Моя молитва сегодня о том что бы каждый из нас мог каждый день подчинять себя Иисусу говоря Господь я выбираю Тебя что бы там дальше не произошло. С помощью Твоей благодати я хочу идти вместе с Тобой и быть в числе этой маленькой группы добросовестно соблюдающих субботу. Аминь. В нашем мире попытки манипулирования человеком происходят столь часто и настойчиво, что давно превратились из разрозненных в стройную по умолчанию принимаемую всеми как данность систему. Нам продают все используя манипуляцию. Еду, одежду, медикаменты. Уговаривают голосовать за того или иного кандидата на выборах, сохраняя при этом некоторую видимость демократии. Неожиданно настойчиво рекомендуют изменить отношения к ранее всеми презираемым поведению, поступкам и идеологии, подкрепляя такое убеждение принятием соответствующих законов, уже обязывающих быть толерантными. Что это? Наш естественный прогресс как цивилизации? Или самая обычная, хотя и хорошо прикрытая манипуляция ничего не подозревающим человеком? Живя во времена практически повсеместного доступа к информации, мы не только можем, но и должны ответить на эти вопросы и перестать быть просто толпой. Однако есть особенно чувствительная сфера нашей жизни, где манипуляция крайне болезненна и даже смертельна. Это религия. Миллионы людей по всей земле горячо убеждены, что все делают правильно, и их душа может быть спокойна. Но горькая правда заключается в том, что даже в духовной сфере мы не защищены от манипуляции, если доверяемся авторитету человека. Книга «Национальный воскресный закон», предлагаемая вам сегодня, как раз об этом. Она может удивить и даже шокировать. Но то обилие фактов, которые собраны в ней, должны пробудить интерес всякого искреннего читателя. Автор буквально ведет нас за кулисы, туда, куда обычно вход строго воспрещен и где открывается неприглядная реальность. Книгу можно найти по ссылке в описании к видео, а также в сети интернет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова